Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Планет Номац, и мы продолжаем играть и развиваться в этой вселенной. В предыдущей серии я довольно-таки далеко уехал, и вообще очень далеко уехал, короче, и приехал обратно потому что, во-первых, нужно разгрузиться, это раз, и во-вторых, нужно показать новый блок. Да, ребят, вышло небольшое обновление и появился новый блок, но для начала, чтобы запустить этот блок, мне нужно вот-вот буквально вот так вот, вот буквально вот чуть-чуть вот надо... Понятно, тут не все так просто будет, как я хотел, нужно немножечко поработать и настроить автокрафт, как видите, он уже, в принципе, близок. Так, мне нужен карбон, давайте вот карбон и железо возьмем, и сейчас вот на это все мы закажем себе еще плит. Так, автокрафт, давайте вот это откажемся от этого, и вот так вот, 70 штук, отлично, понеслась. Пускай создается, кстати, еще можно, наверное, вот здесь взять железо, с железом, слава богу, уж нету проблем, и прям вот еще раз так заказать. Чем вообще заниматься будем сегодня? Во-первых, давайте я настрою, ну, еще раз повторяюсь, настрою вот этот автокрафт, да, то есть, чтобы из склада, где вот из этого контейнера предметы переходили сразу в крафтовые устройства, и, собственно говоря, шел крафт. Это было бы круто, плюс вот этого нужно тоже достроить, два, наверное. Да, наверное, давайте-ка мы их тоже подсоединим сразу же, ну, прям вот моментально, это было бы правильно. Так, по-моему, вот здесь вот. Вот так вот, и вот так вот. Сразу же вверх мы поднимаем, вот так вот. Немножечко неудобно, вот, строить вот на такой высоте, вот. На такой высоте чуть-чуть неудобно строить, потому что, видите, приходится так вот, так скажем, отходить, да, то есть... Вот так вот, приходится отходить от этих труб довольно-таки на большое расстояние, чтобы вот так подсоединить. Окей, и опять же отходим, 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 и оп-оп-оп, есть, отлично. Так, вот здесь вот, вот здесь, так, давайте-ка мы перейдем в ближний. Так, вот здесь вот, вот надо убрать, и вот здесь вот, опс, опс, лишнее упало. Так, и здесь мы подключаем Т-образную трубу, и здесь, по-моему, подключаем Т-образную трубу, да. Вот так вот, и остается здесь две подсоединить, и... И вот здесь вот две подсоединить. Оп-оп. Вот, отлично. И теперь вот все нормально, теперь, наверное, трубы будут работать. Плюс, чуть попозже, чуть попозже я соберу, конечно же, вот это, вот эти устройства, чтобы они тоже начали функционировать и крафтить у меня предметы, потому что, во-первых, они чуть быстрее крафтятся, это раз. Точнее, они чуть быстрее создают предметы. И плюс к ним можно подсоединить будет вот этот Wi-Fi-модуль, да, который будет нам создавать предметы, и удаленно, так сказать, вокруг базы, на небольшом расстоянии, я смогу пользоваться этими предметами, не забирая их, допустим, из инвентаря. Вот, собственно, как вот прямо сейчас вот. Ну что же, я создал всю эту систему, перенес ресурсы вот сюда вот. Ну, свалил, конечно, не очень много получилось, но все-таки, все-таки что-то у нас есть. И что же я вам сегодня покажу? Новый блок, новое устройство, которое довольно-таки интересно, и это майнинг машин. Да, именно так это устройство называется, то есть это автоматическая добыча предметов, ребята, и это просто интересно. Ну, вообще, серьезно, я в шоке даже. Устанавливается, конечно же, на территорию, и устанавливается куда-то на ресурсы, в большей степени нужно устанавливать. Ну, по крайней мере, в видео от разработчиков было показано именно так. Так, давайте соберем предметы, потому что, как видите, я отбежал, и нету их у меня с собой. Так, окей. Давайте установим сразу же на какие-то ресурсы, чтобы, ну вот здесь, по крайней мере. Чтобы это можно было сразу как-то вычислить работоспособность этого устройства. Воу-воу-воу-воу! А крафты довольно-таки недешевые, то есть нужны... Воу, ребята, вот это вот... А интересно, а у меня будут сейчас ресурсы-то? Вот, вот сейчас я могу выхануться очень серьезно, потому что у меня может быть тупо нехватка ресурсов каких-нибудь редких. Потому что я не все ресурсы собрал, не все их привез. Так. Понятно. Тут еще есть проблемка. Проблемка в том, что электричества не хватает. Есть, запустился. Хорошо. Так, давайте смотрим. Смотрим, что у нас нужно. Вот эта вторая... Вот эта вторая часть у меня есть, да? То есть... Так, этого... Блин, надо это все с собой взять. У меня тут, оказывается, материалов лежит просто какое-то немаленькое количество. Так, дальше. Допустим, две микросхемы второго уровня нужно. У меня две микросхемы второго уровня есть. Потом две штуковины вот такие вот нужно второго уровня. По-моему, две. Сейчас смотрим. Три. Еще один крафт, но для этого нужно дерево. А дерево... Дерево у меня, конечно, проблемы. Сейчас добудем. Так, дерево добыли. Пошло производство. Так, что нам еще нужно? Амортизаторы первого уровня. Эти... Вот такие части. Плэйтинг МК-2. Есть. Но, в принципе, значит, все у нас хватает. Да, вроде бы все хватает. Три же. Три. Две. Все нормально. Все теперь точно хватает. Так, конечно, нужно будет еще энергии. Блин, знаете, я бы на самом деле хотел, чтобы это немножко по-другому, конечно, выглядело. Но вот видно, что сразу мы... Он требует электричества и что функционирует. Давайте попробуем, наверное, прямо здесь построить энергию. Да, построить, наверное, вот этот реактор. Почему бы нет? Для этого нужно... Опять reinforce frame. Вот эти вот нужно. Более-таки... Больно навороченные уж штуковины, конечно. Reinforce... Reinforce... Блин, нет, путаю, как называется. Ну ладно. Reinforce frame. Наверное, вот так вот. Так. Микросхемы. Давайте все это заберем. Все это пригодится мне. Вот эти штуковины. Собственно говоря, их пять штук нужно, да? Опять же... Для установки. Потом мне нужно вот это. Стоп. Стоп. Я не то сделал. Вот эти мне штуки три нужно. Reinforce frame, да. Потом... Три штучки вот такие вот. Есть. Отлично. Ресурсы есть. Пять. Пять микросхем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять микросхем. Так. Микросхемы я заказал. Потом мне нужны амортизаторы первого уровня. Три штуки. И... Вот этот последний МК. Вот этот вот. Композит парц. В принципе, все есть. Остается только дождаться крафта. Так. Есть. Собрал ресурсы. Точнее, скрафтил, да? Давайте установим здесь ядерный реактор. Вот всего лишь, да? Всего лишь ядерный реактор. Так. Даем электричество. Подключение. Включился вроде бы. И он начинает добывать. Автоматические ресурсы. Вот это, ребят, обалденно. И 50 на 50, как видите, он добывает либо карбон, либо железо. Притом, вот, собственно, странно, да? То есть... Ну, как... И... Ладно. Это все как бы не важно, потому что... Вся фишка в том, что... Таким образом теперь я могу добывать ресурсы в любом количестве. И любые, собственно, ресурсы. Знаете, как это делается? Сейчас давайте проверим. Мне самому интересно, возможно ли это. Допустим, ну, какое-то там количество было. Предположим, там, не знаю, ну, там... Ну, какое-то оно было. Так, мы прибегаем, ложимся спать. И, допустим, давайте весь цикл прождем. Вот, видите, в левом верхнем углу идет время. То есть это вот сколько-то часов мы сейчас вот просто проспим, да? В капсуле. При том, что время в мире ускорилось. Все, время остановилось. Время в мире ускорилось. То есть таким образом прибегаем сюда. Давайте проверяем. Кстати, хотел одну вещь проверить. Ну, инвентаря нету внутри. И вот мы добываем уран, да? И странно, что зачем он нужен, да? Вот как бы не засовывается. Смотрим, сколько здесь ресурсов. Вот оно! Это бомбезно, ребят. Ресурсы, как видите, заполнены полностью. То есть мы также можем его выключить. То есть просто выключаем. Вот и все. То есть он перестает работать. Электричество подается. Сверху у нас есть доступ к... Воу, воу, воу. А, тут, оказывается, датчики. Офигенно, ребят. Только вот, я так понимаю, эти датчики, они, ну, чисто просто визуальные, да? То есть это ничего не дает. Сверху у нас есть подсоединение. То есть, в принципе, в теории мы можем подсоединить его к нашей базе. То есть к какому-то... Ребята, вы понимаете, что... У меня сейчас появилась мысль. Знаете, какая? Смотрите. Я сейчас, наверное, даже проверю. Вот мой транспорт. Вот мой транспорт. Вот подключение к моему инвентарю. То есть, вообще, по крайней мере, так было показано в видео разработчиков. Этот шахтер можно подключить к контейнеру, и он будет добывать сразу в контейнер предметы. Стоп. Ну, если честно говоря, там было так показано, что было подключено к 3D принтеру большому. И, то есть, он сразу крафтил предметы. Вот по поводу перехода в инвентарь я не знаю. Но по поводу 3D принтера это точно. Что он использовал предметы... Предметы, так скажем, сразу отсюда. И, как видите, как видите, он... Самое интересное то, что он... Странно. Видите? Видите эту разницу, да? Вот здесь блестящая, а здесь такая черная, да? Как будто кислота какая-то или нефть что-то развилась. Странно. Как будто разные руды. Так вот, и... Надо, конечно, проверять, идет ли в инвентарь предметы. Хотя мы сейчас, наверное, и проверим с вами. Проверим очень просто. Мы просто сейчас подключим сюда маленький инвентарь и... Так, какие-то глюки в текстурках. Это ничего страшного. Так, ну давай сундучок. Так. Четверочка. Оп. Вот так вот должно подключиться. Смотрим сюда. И... По крайней мере... По крайней мере мы видим, что есть в контейнере. Видим, что есть в майнинг-машине. Давайте ее включим. И смотрим. Допустим, вот сейчас добудется. Ну же. И... Пэнк. Ресурсы ушли. Ну, ресурсы сюда ушли. Давайте, знаете, еще подождем. Посмотрим. Вот здесь, когда ресурсы заполнятся, будет ли заполняться вот этот вот момент. Поэтому давайте сбегаем еще, наверное, поспим, да, немножечко. Ну, буквально там, наверное, даже полдня можно поспать. Этого, мне кажется, вполне будет достаточно. Вот видно, видно там время идет. Пол... Вот полвремени этого поспали. Дождик начался. Тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек. Хе-хей. Он прям такой бежит. Хе-хе-хей. Сейчас будем собирать пожи... Да, ребятки, отлично. Именно так оно и работает. То есть он заполнил свой инвентарь и начинает складывать в инвентарь, который к нему подключен. И это потрясающе. Таким образом можно добывать ресурсы в очень большом количестве. При том, что ресурсы, как я понял, не тратятся, ребят. То есть это... Ну, как бы... В данном случае вам же что приходит? Да, добывать так вот, да? То есть тратить батареи, как бы, своего оружия. А в данном случае получается, что вы за бесплатно получаете бесконечное количество ресурсов. Ну и, по крайней мере, железо с карбоном теперь у меня будут просто в огромном количестве. Да, придется все равно добывать ресурсы, такие как дерево, такие как... там, что, не знаю, какие-нибудь еще, в общем, другие материалы. Но это очень-очень интересно, потому что... Есть еще вариант у меня, знаете, какой, что подключ... Смотрите, то есть подключить... Подключить... Вот этот шахтерский бур к... К моему сразу устройству. И вот... Как бы это сказать вам? То есть вот, если... В подвешенном состоянии, короче, оно будет работать. А мы сейчас давайте и проверим. Нет, ребят, похоже, все очень плохо. Посмотрите, как реагирует. Я даже сейчас... Видели, да, как дергалось просто устройство под весом. Я не знаю, то ли под весом, то ли что, то ли... В общем, похоже, так... Так не подключается. Но в этом ничего страшного нет, потому что... Ну, смотрите, мы просто вот... Вот сейчас я разобрал, да, с собой... Разобрал с собой... Так сказать... И бур этот, да, и... Вот эту установку энергетическую. И, собственно, в любое место, куда я теперь приеду, я могу ее устанавливать и добывать ресурсы. Тем самым пополнять себе довольно-таки большое количество ресурсов. Да, придется еще там вот этот гнида красный ресурс добывать там. Ну, понятно, придется добывать, но все равно это они облегчили довольно-таки серьезно добычу ресурсов. И это очень радует на самом деле, что они идут в таком интересном направлении и как-то развивают вот эту технологию автодобычи, автокрафта и тому подобное. Со временем, я уверен, появится и какое-то устройство мобильное, которое позволит нам добывать ресурсы. То есть, ну, представляете, какую-то буровую вышку, да, на колесах, которая приедет и начнет бурить туннель, добывать... ну, допустим, какой-то сканер, который засек, к примеру, засек какой-то ресурс, да, вы над ним встали, началось бурение, добыча этого ресурса. Это было бы интересно. По крайней мере, нужно точно сделать какой-то авто... авто... как бы это объяснить? Авто... не добыча, а автопоиск ресурсов. Потому что здесь, ну, вот с этим автопоиском, конечно, довольно-таки проблематично. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, что в ближайшем будущем прям вот максимально быстро еще будет какое-нибудь обновление к этой замечательной игре и мне еще будет что вам показать. А на этом все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok